Всем привет, это Meizu MX4 Pro. Многим может показаться, что это улучшенная версия MX4, но в самом деле это абсолютно другое устройство в линейке Meizu. Прежде всего MX4 Pro больше, здесь установлен дисплей диагональю 5,5 дюймов против 5,3 на обычном MX4. А вот материалы, подача дизайна в целом тоже самое. Рамка сделана из авиационного алюминия, задняя крышка из поликарбоната. Она также съемная, и под ней также есть разъем только под микросим. Разъема под флешкарту нет, а сам MX4 Pro продается со встроенной памятью на 16, 32 или 64 гигабайта. Экран 5,5 дюймов с разрешением 2560 на 1536 пикселей. Это 546 точек на дюйм. Дисплей имеет нестандартное соотношение сторон 15 на 9. О качестве дисплея споров возникнуть не должно ни у кого. Если у простого MX4 очень хороший дисплей, то здесь еще лучше. IPS-матрица с отличным черным, с отличными углами обзора. Может быть только немного холодноватый оттенок. Из-за маленьких рамок телефон для 5,5 дюймов кажется очень компактным, хотя здесь рамки все же толще, чем у MX4. Кстати, вот что интересно. У нового Meizu задняя панелька серого цвета, а не графитового, как у простого MX4. И скажу вам, графитовое-то смотрится куда лучше серого. Вообще, смартфон продается в трех цветах – серый, белый и золотой. У MX4 Pro теперь есть физическая кнопка. Очень напоминает такую у старенького Meizu M9. Вы спросите, куда делся индикатор? Теперь он не в кнопке, а сверху. Сама кнопка сделана из сапфирового стекла, окантовка из нержавеющей стали. Но самое главное – это сканер отпечатков пальцев. Работает он по той же схеме, что и у iPhone – прижал палец, нажал – телефон разблокировался. Что интересно, работает это быстрее, чем в iPhone 6. Но, к сожалению, не всегда точно срабатывает. И еще один минус – отпечаток заносится в систему очень долго и нудно. Возможно, и скорее всего исправят в обновлениях. А в общем и целом, фингерпринт работает в разы лучше, чем на телефонах Galaxy и на уровне с iPhone. Кстати, действие назад теперь можно делать либо как раньше, свайпом от кнопки вверх, либо просто прикосновением по кнопке. При нажатии будет возвращение в меню. Блокируется телефон по-прежнему удержанием кнопки Home. И все только потому, что кнопка питания находится сверху. Неудобно, но вот Meizu так привыкли. MX4 Pro работает на Flyme 4.1 на базе Android 4.4.4. Это пока самая новая версия системы от китайцев. Работает почему-то плавнее, чем на MX4. Хотя здесь установлен Exynos, а не мощнейший Mediatek. Причем Exynos-то не самый лучший. 54-30, как на Galaxy Alpha. У Note 4, например, 54-33. Здесь 30. К счастью, на процессоре от Samsung можно поставить режим ART. А еще в телефоне 3 гигабайта оперативной памяти. Видимо, отсюда и вся плавность. Да, не стоит забывать, что работать со смартфоном можно только в режиме Performance, потому что на стандарте будут небольшие фризы. И только работа самой системы лучше, чем у обычного MX4. В игры здесь особо не поиграешь. Да и в Antutu выдает всего 44 тысячи баллов. Виноват в этом Quad HD дисплей, естественно. Так что для игр больше подойдет, конечно, MX4, нежели MX4 Pro. Еще одна особенность Pro-версии – хороший аудиочип и мощный усилитель звука. TiOpa 1612. О чем же это говорит? Это говорит о том, что MX4 Pro способен проигрывать lossless звук. Встроенный плеер поддерживает флаг по стандарту, так что можно слушать как HQ музыку, так и SQ. Говорить тут не о чем. MX4 Pro раскачал наушники Oppo PM1, которые стоят около 100 тысяч рублей и предназначены исключительно для Hi-Fi проигрывателей. Переходим к камерам. Фронтальная 5-мегапиксельная камера снимает, скажем прямо, средний. А вот основная на 20,7 мегапикселей работает на ура. Она такая же, как и в обычном MX4, и фотографии получаются как близняшки. Единственное отличие – покрыта камера сапфировым стеклом, а не Gorilla Glass 3. Хотя на качество это никак не повлияло. Однозначно напрашивается вопрос. Так какие же минусы в MX4 Pro? Они, безусловно, есть. Например, батарея. Pro-версия хоть и работает чуть дольше обычного MX4, но всё равно при таких-то размерах. При использовании телефона в обычном режиме, а не перформанс, он протягивает около дня. Это 5-6 часов работы экрана. Но использовать желательно именно в форс-режиме, чтобы не смотреть на фризы время от времени. В этом случае часы работы экрана сокращаются до примерно четырёх. В общем, не самое лучшее устройство относительно автономности. Другой вопрос – где наша microSD-карточка? Понятно, да. В телефонах она нечасто нужна в айфонах тоже нет, но MX4 Pro поддерживает Lossless. И здесь карточка как-никак пригодится. В России 16-гигабайтная версия стоит 29 тысяч рублей. На 32 гигабайта будет дороже всего на 2000. А вот продажи версии с 64 гигабайтами стартуют в России только в марте. Цена пока ещё неизвестна. За свои деньги и даже в сравнении с другими флагманами – это просто отличный аппарат со своей индивидуальностью. Всё-таки уже ферменный дизайн. Переделанный и, главное, красивый Android, хорошая камера. Ну и теперь сканер отпечатков пальцев. По сути, это айфон для фанатов Android. С каждым годом китайцы дают понять, кто скоро займёт все позиции. В самом-то деле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok